пропустил я себе водоподогрев то есть повесил бойлер подключил управление вообще просто с розетки не достаю здесь есть такая кнопочка вот чтобы он заработал так вот нажимая все вот он работает вот так вот он работает вот такая у нас температура температура задается в помощью специальный регулятор если надо очень горячая полностью даем вот эту штуку тфу до конца с очень горячий на я посмотрел мне очень горячий не надоет так вот поставил на здесь градусник этот градусник показывает на какое деление она нагрелась потом когда доходит до этого деления это вот штука гаснет получается автоматика срабатывать и у нас в кранике вот это у нас будет горячая в этом кранике у нас горячая вода надо отключить если я таки не достаю тут такая кнопочка и нажал все отключил электричество туда не идет этот типа такого узор как мы здесь считаем комплекте узор вот это вот есть узор вот это вот штуковина и еще и поставил посадил надев автомат в принципе можно на обычный автомат по сути садись если есть вот эта защита можно на обычный автомат я посадил надев автомат чтобы у меня у этого корпуса была защита чтобы она получается если есть где-то протечка потоку то будет шить ну то есть будет немножко кусаться так электричество немножко если она будет кусаться если стоит диф автомат диф автомат будет сейчас именно пред такой принцип автомата что у нас тут мы видим трубки я сделал по простому то есть закрутил потом припаял тут припаял тут припаял первый раз жизни по я вам скажу ничего сложного нету на температуре пытался вначале эта температура 140 маловато было там спросил у людей мне сказали ставь 240 и не бойся и действительно 240 температуру ставил и очень легко грелась соединял эти трубки вот первый раз и сразу удачно вот ни одной протечки нет единственное что пока вот она так сделано у меня ну наверное я буду в этом месте тройник в этом месте ставить в стенку и вгонять что-то на там внутри у меня было можно было плитку положить под то есть положить заштукатурить трубу стенку вот пробить ставить трубу за штукатурить и потом что можно плитку ложить было и чтобы из стены выходила труба у нас пока такие вот кранике они самые говорится не самые дешевые но самые такие эффективные вот я их поставил чисто вот чтобы проверить систему не знал как работать будет но сейчас в дальнейшем планирую купить смесителя и чтоб смесить чтоб со стены выходила еще не знает в этом месте у меня она будет ли там шоу с умывальником было еще пока думаю вот но я вам скажу сам бойлер мне понравился тем что температуру нагрела но я там выключил по сути за счет гидроаккумулятора вода в бачке постоянно есть то есть она автоматически закачивается под давлением и естественно через краник под давлением она вытекает вот сейчас покажу как она вытекает чтобы было понятно что это вот у нас будет теплая вода достаточная температура я не знаю точно сколько градусов но достаточно тепло то есть приятная на ощупь вода и холодная вода включается так вот тоже постоянно есть горячая холодная вода очень удобно я для себя сделал не надо буду сюда таскать насчет спуска воды пока еще но конечно идет там есть труба и может покажу вам как она идет и как бы на улице стекает пока дальнейшем конечно же я хочу сделать там трубу чтоб она в земле была и чтобы даже зимой чтоб она стекала и без проблем не замерзала вот планы конечно есть я думаю эти планы со временем я осуществлю так вот она идет на улице у меня труба у нас поворотом в подвале и сюда она утекает и вот так вот простенько простенько идет и здесь вот стекает вот она еще докапывает то что я недавно пустил и дальше в землю уходит а я думаю в этом месте труба 4 метра где-то в этом месте я думаю сделать глубину закопать туда бочку дырявую чтобы она стекала в общем вода уходила подвале понятное дело темно ничего не видно ну а вот так вот она идет у нас здание в общем трубка идет у нас ничего не видно в этом песке на там вот под этим песком то есть я и закопал эту трубку вот здесь она тоже идет там под пешком здесь она выходит здесь у нас буллер опять-таки свет не делал сам-то я достаточно хорошо вижу видео снимает не очень хорошо стоит автоматика вот это вот автоматика тут подключение вода тут подключение насоса сам сам бочонок вот этот бочонок 50 литров вода постоянно вот единственное место где у меня проблема это вот тут течет вода надо будет разобрать по-новому закрутить это место течет потому что я туда-сюда поворачивал поэтому она течет до на ленту закручиваешь и если туда назад естественно она начинает течь еще страшно я потом переберу не будет там у нас капать вот что у нас тут видно ничего не видно что ж поделаешь показать наверно не смогу вот здесь показать где у меня стекает но ой не получается темно специально что-то зажигать не хочется в общем вот так вот пока я сделал себе воду то есть непосредственно у меня в колодце вода идет вот на на гидроаккумулятор с гидроаккумулятора она идет уже в дом на на бойлер и с бойлера естественно в ванную и уже на сегодняшний день можно смело мыться вот даже купаться ну пока не могу купаться потому что еще комнату не до конца сделал вот надо там еще залить бетон сделать немножко стены поднять двери сделать когда двери сделаю или хотя бы занавеску поешь тогда уже можно точно купаться здесь на даче я думаю это ближайший месяц я это все сделаю вот а пока как есть в общем всем пока пока спасибо если кому то интересно можете вопросы задавать может быть какие то вопросы отвечу хотя я вам скажу я не сантехник вот по электрике мне проще думать по сантехнике сложнее вот такие вот дела что еще поменялось я проводку тут кабель положил насчет кабель для меня это вообще не проблема то есть коробка здесь у нас три проводика я тут поставлю три выключателя вот пока еще не знаю точную высоту на каком высоте выключатель ставить поэтому пока вот так провода вывел вот три провода ну если брать точках для освещения то у меня здесь пять штук там вот там один здесь второй третий это здесь четвертый и он там пятый точки я расставил светильники раскидаю потом выключатель поставлю захотел например только там чтоб свет был взял включил он там захотел чтоб только здесь там не надо только здесь здесь мне нравится именно точечно чтобы оно не то что я захотел и пришел и все включил то есть везде горит и так не очень нравится мне нравится когда вот только там горит или вот только там а если надо везде ну выключатели все включил и и везде горит вот естественно на питание питание на автоматику я сделал отдельно и привел его привел я его с обычного автомата кстати по моему даже не с диффа я его привел это даже не столь важно с обычного автомата хотя нет его привел стив автомата дифф автомата он идет и напрямую то есть коробка стоит вот это вот для освещения а кабель который на вот видите 21 идет на освещение а второй идет на 21 освещение 2 идет непосредственно прямо без без раз соединений на автоматику это здесь где-то здесь один из этих проводов напрямую идет туда на автоматику типа как резетка но я его просто включил там заснул подключил вот если надо его выключить допустим если сейчас не надо огород поливать давление вам скажу не очень сильная где-то 14 14 потому что автоматика на 14 но она такая не сильная автоматика для болера достаточно то есть давление подается в более затекает вода а чтобы допустим огород поливать там надо чтобы давление было хотя бы каких 5 атмосфер тогда со шланга так дует вода красиво и далеко струя идет а если эту включить она так тихонечко стечет ну в общем не очень не очень удобно поэтому когда мне нужно огород поливать я выключаю насос точнее включая автоматику вот там насос в подвале переключаю резетки вот и тогда у меня это струя как положено идет когда здесь запрос идет на включение двигателя там он не может срабатывать автоматика то есть получается фактически отключая автоматику еще конечно надо мне поставить краник где-то на трубе либо здесь краник чтобы отключать все это либо в колодце я еще до конца не знаю где уставить буду но я его по-любому поставлю потому что думаю когда я буду включать ну нет не отключать гидроаккумулятор именно чтоб меня огород поливать чтобы тут не навредить этому гидроаккумулятору потому что я думаю он если он рассчитан на 5 на 5 давление на стерочку если ему больше давление давать я думаю разорвет там внутри эту перчатку поэтому надо думать думать прежде чем запустить шланг в воду чтобы поливать огород поэтому я пока так делаю там автоматик вырубаю там колодцы это самое в колодцы переключаю резетки и уже там у меня ручной режим там есть у меня выключатель такой сейчас может покажу вам здесь у меня вот так вот сделано то есть розетка с автоматики вот здесь приходит а вот это вот розетка у меня идет наручной режим выключатель раньше мне был внутри его потом снаружи поставил удобнее снаружи пользоваться в общем там насос находится вот такие вот вот такую трубку я купил которую использовал стенка как бы да тонкая я вам скажу вот этот вот эта трубка дороже стоит чем вот это в раза два на дороже стоит за счет стенки но разницы нету разницы я пока не вижу что там что там давление держит это вот у меня такая система огород поливать раньше у меня было сейчас и пока так оставим вот здесь вот у меня такой ручной ручной ручная подача шланг воды эти бочки уже не востребованы потому что потому что мы уже воду воду на автоматика подает раньше мальсировую воду собрали в ручном режиме носили сейчас она сама тоже закачивается и уже бочки можно одну будет наверное закопать естественно без салфана она дырявая поэтому салфаном я покупаю а так салфан достать закопать ее будет стекать вода и уходить в землю такие вот дела земли конечно же прибавилось это я с подвала все возил вот земли много стало засыпало я тут все что можно сейчас дожди были немножко езжу и ну что ж поделаешь земля длина и на дорогу нежелательно выкидывать потом на машине быть ездить невозможно пока вот так вот сваливаю потом думаю я ее устилю беру плодородный слой усилю потом сверху плодородный слой и она мне просто поднимет здесь участок лето скоро сегодня у нас 20 еще 20 до 7 20 мая 20 0 5 20 года сегодня так вот у нас выглядит в это время огород в общем вот такие дела